В результате серии взрывов в нескольких городах Ирака, в том числе в столице страны Багдаде, погибли по меньшей мере 19 человек. Попреждены несколько зданий припаркованных автомобилей. В провинции Анбар боевики, связанные с Аль-Каидой, захватили город Эль-Фалуджа. В то же время госсекретарь США Джон Керри заявил, что США будут оказывать поддержку официальным властям Ирака в их борьбе против террористов. Обрушившийся на северо-восточные регионы США снежный шторм Геркулес унес жизни по меньшей мере 15 человек. Непогода бушует на территории, где проживают более 100 миллионов американцев. Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Из-за непогоды второй день подряд отменены тысячи авиарейсов, ограниченное движение на автомобилестралях, закрытые школы, административные здания в 22 штатах. На смену снегопадам в северо-восточные регионы страны придут морозы, а на восточное побережье оттепель. Правда, особенной радости это не доставило. Там теперь вместо снега идут ледяные дожди. По словам мэра Индианаполиса Грега Балларда, такой погоды здесь не видели много десятилетий. В индийском южном штате Гоа очередное обрушение. Под завалами пятиэтажного дома в городе Канакона погибли, по предварительным данным, семеро рабочих. Десятки людей до сих пор остаются под завалами. Полиции и спасатели пытались выяснить, сколько именно людей находилось в здании на момент происшествия. Однако сделать это оказалось сложно. Там ютилось много бездомных. Причина обрушения пока неизвестна. Канцлер Германии Ангела Меркель упала, катаясь на беговых лыжах в швейцарских Альпах. В результате немецкий лидер получила перелом тазового кольца. Период восстановления займет несколько недель, отмечают врачи. А представители Ангелы Меркель заявили, что из-за полученной травмы канцлеру пришлось отменить ряд встреч, в частности визиты в Польшу и Люксембург. Тем не менее, глава немецкого правительства будет продолжать работать в домашних условиях. Российский траулер Олег Найденов был задержан военными Сенегала в Атлантическом океане в 46 милях от побережья Гвинеи-Бисау. Сотрудники правоохранительных органов в Дакаре отобрали у экипажа паспорта. Судно прибыло в порт Даке под конвоем ВМС Сенегала. В этот момент на борту Олега Найденова находились 62 россиянина и более 20 африканцев. Позже сенегальские власти все-таки объяснили причину задержания траулера. Россияне якобы без разрешения ловили рыбу в Сенегальских водах. В связи с арестом рыболовецкого судна российское посольство в Дакаре передало ноту протеста в МИД Сенегала. Менеджер находящегося в коме экс-автогонщика Михаила Шумахера Сабина Кэм назвала спекуляцией появившуюся в ряде СМИ информацию об улучшении здоровья спортсмена. По ее словам, состояние Шумахера по-прежнему остается критическим, но стабильным. В своем заявлении Кэм призвала журналистов использовать только проверенные источники, подчеркнув, что никто, кроме нее, членов семьи лечащих врачей, не обладает достоверными данными. Бывший пилот Формулы-1 Михаил Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Сразу два инцидента с легкомоторными самолетами произошли в США. Один из них, Чироки, вынужден был совершить аварийную посадку прямо на автомагистрале в Нью-Йоркском Бронксе. На борту находились три пассажира, никто не пострадал. По официальной информации, самолет возвращался с полета вокруг Статуи Свободы. Причиной аварийной посадки могли стать проблемы с двигателем. А в аэропорту Колорадо после попытки приземлиться при сильном ветре разбился частный самолет «Бомбардир Челленджер-600». По словам полицейских, на борту самолета находились три человека. Один из них погиб, два других получили травмы и ожоги. Правящая Народная лига во главе с премьер-министром Шейх Хасиной одержала прогнозируемую победу на состоявшихся парламентских выборах. Ранее ведущие оппозиционные партии Бангладеш объявили об отказе от участия в выборах, требуя восстановить контроль за выборами со стороны беспартийного временного правительства. Из-за бойкота в половине избирательных округов остался только один кандидат от Народной лиги, что и гарантировало ей победу. Нынешние выборы стали самыми кровавыми за всю историю Бангладеш. Манифестанты закидывали избирательные участки бутылками зажигательной смесью и поджигали их. Число жертв в результате беспорядков достигло по разным данным 17 человек. В возрасте 71 года скончался легендарный футболист Эйсебио. По этому поводу в Португалии объявили трехдневный траур. За свою блистательную карьеру Эйсебио забил 727 голов во внутреннем чемпионате и еще 41 за сборную Португалии. Футболиста называли не иначе, как черная жемчужина и черная пантера за мощь и кошачью грацию, которые выделяли одного из лучших игроков планеты всех времен. Закончив карьеру футболиста, Эйсебио стал своего рода духовным наставником для многих португальских звезд. В Новой Зеландии на берег выбросило 39 черных дельфинов. Сотрудники департамента по охране природных ресурсов заметили стаю гринд еще в воскресенье, но с наступлением темноты перестали наблюдать за животными. Сегодня утром обнаружилось, что 14 черных дельфинов уже погибли. По словам представителей департамента, спасти их было невозможно. оставшихся в живых гринд экологам пришлось усыпить. Эксперты считают, что мешает дельфинам ориентироваться мутное морское дно. 6 января в испанских городах состоялся масштабный рождественский парад трех королей. Он символизирует вечер перед рождением Христа. Пышные праздничные процессии достигали нескольких километров. По преданию, три короля принесли дары новорожденному младенцу Иисусу Христу. Золото как царю, ладан как богу и смирну как человеку. В Испании этот день особенно любим детьми. Ведь трех волхвов здесь встречают так же, как Деда Мороза в России. В китайском городе Харбине открылся ледяной город. Он является частью популярнейшего зимнего фестиваля. Вся территория Харбина в рамках мероприятия делится на три зоны, каждая из которых имеет собственные тематические горки изо льда, снежные лабиринты, катки, дома и волшебные замки. Туристы говорят, что лучше всего бывать в ледяном городе в позднее время суток, когда на улицах темно, а город светится и искрится, как иллюстрациях сказки. По традиции глыбы льда вырезали прямо из реки Сунгари. На весь волшебный город ушло более 180 тысяч тонн льда. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Продолжение следует... Продолжение следует...